Привет, с вами Ирина Притула и программа «Звериный инстинкт». И сегодня мы поговорим о рыбе, за которую люди готовы отдать буквально баснословные деньги. А называется эта рыба «Арвана». Для страстных поклонников аквариумной живности «Арвана» предмет особого вожделения. А все потому, что согласно учению фэн-шуй, она может принести своему хозяину несметные богатства и власть. Именно поэтому на Западе «Арваны» чаще всего стоят немыслимых денег. Например, бывали случаи, когда стоимость красной или по-другому азиатской «Арваны» доходила, внимание, до 400 тысяч долларов. В Шенкенте «Арваны» пока большая редкость, поэтому мы снова пришли в зоомаркет «Кокаду», где можно своими глазами увидеть эту, без преувеличения сказать, золотую рыбку. Да и не только увидеть, а даже и купить, потому что здесь на нее цены не такие страшные. Что касается ареала обитания, то, например, вот такая светлая или, как ее еще называют, серебряная «Арвана», а также ее черная родственница водятся преимущественно в Южной Америке. Кроме нее, как мы уже выяснили, существует красная азиатская «Арвана» и зеленая австралийская. Как и многие другие представители класса лучеперых, «Арвана» – одна из тех самых рыб, которые видели динозавров. Может, именно поэтому «Арвана» имеет второе название – рыба-дракон. Как я уже говорила, последователи фэншуй считают, что она сродни драконам и тем, кто съест ее мясо или держит в аквариуме, сулит счастье и процветание. Обитая исключительно в пресной воде, «Арвана» может достигать в длину более метра, а весить до 6 килограммов. Ученые уже доказали, что «Арваны» обладают недюжим интеллектом. Они легко узнают своего хозяина, дают себя погладить и даже берут еду из рук. А вот шумные людские компании «Арване» не нравятся. И если люди начинают сильно шуметь, она старается убраться куда-нибудь поглубже на донышко. Эти рыбы вообще очень интеллигентны и культурны. Кстати, нашим мужчинам человеческим есть чему поучиться у самцов «Арваны». Дело в том, что они очень трепетные папаши. И когда наступает нерест, собирают всю икру себе в рот и носят ее там целых два месяца, пока мальки не подрастут. В общем, ни пива попить, ни за любимую футбольную команду поболеть. А когда малыши выбираются из этого импровизированного инкубатора, они уже достигают 7 сантиметров в длину и вполне способны самостоятельно поедать чужой молодняк. Да-да, «Арваны» хищники и с удовольствием охотятся не только на меньших по размеру рыб, но и на птиц, выпрыгивая ради этого из воды на высоту до 3 метров. Кстати, в охоте этой рыбке помогают не только прыжки в высоту, но и усики, расположенные на нижней челюсти. Шевеля ими, она как бы прощупывает пространство на наличии живности и легко обнаруживает любую добычу. В общем, хотите завести дома Аравану, готовьтесь покупать ей всякие вкусняшки. Ну а какие именно, нам сейчас расскажет консультант-продавец зоомаркета Кокаду Галина. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну скажите, пожалуйста, что больше всего любит кушать Аравана? Любимые лакомства Араваны являются животные корма. Очень любит, если хотите побаловать своего питомца, лягушками, сверчками, кузнечиками. Также можно говяжьим сердцем покормить, то есть от этого ее рост еще больше улучшится. А какие корма можно приобрести в вашем магазине? Для Араваны у нас есть сухие корма, также есть сверчки и остальное вот можно приобрести уже рыбку и говяжье сердце и креветок еще. То есть не обязательно самим бежать и ловить сверчков? Да, не обязательно. Какие еще нужно знать особенности содержания Араваны, чтобы она себя чувствовала комфортно? Так, Аравану надо содержать, она к химическому жесткости воды в принципе неприхотлива. Температура должна от 24 до 30-28. Потом Аравана также, крышка должна быть закрыта, то есть она во время охоты может выпрыгнуть. И она должна быть плотно закрыта и темной быть, потому что она боится движущих теней и света. Также гравий, вот галька, должна быть округлая, чтобы она не поцарапалась. Затем идут, если вы хотите поставить растения натуральные, то идет папоротник или анубис, то есть пожестче идут. Все понятно. Я думаю, что ничего такого особо сложного в ее содержании, кажется, нет. Нет, абсолютно нету. Ну, спасибо вам большое. Я думаю, сегодня вам благодарны очень многие наши телезрители. Удачи вам и как можно больше новых интересных животных. До свидания. Ну, а я прощаюсь. На этом сегодня все. С вами была Ирина Придула. Пока. Зоумагазин Какадо предлагает широкий выбор декоративных кроликов, котят, хомячков, мышей, попугай. Субтитры создавал DimaTorzok